Добрый вечер! Это третья серия проекта «Намедни 1961-1991. Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни». То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Сегодняшняя серия, 1963 год. Нефтепровод «Дружба», лучший вратарь Яшин, полет Терешковой, убийство Кеннеди, зерно из-за границы, танец «Твист», чемпион «Петросян» и плащ «Болонья». Комментаторы. Сценарист и актриса Рената Литвинова, экономист Егор Гайдар, писатель Анатолий Стреляный. Возникшая за два года до этого главная телеигра страны КВН, клуб веселых и находчивых, обретает постоянных хозяев клуба. Ведущий и ведущая. Образцовые юноша и девушка. Саша Масляков и Света Жильцова. Капустники художественного театра из сокровищницы национальной культуры перенесли в студенческий ДК. Добрый вечер, дорогие товарищи. Добрый вечер, дорогие любители клуба веселых и находчивых. Вот и настал день, которого мы с вами так долго ждали. Клуб веселых и находчивых – это очень ценившаяся тогда самодеятельность, импровизация и зубоскальство. Подражая хорошей золотой молодежи, в КВН заиграла вся страна. Какое наказание, коварная весна, Еще один экзамен послала нам одна. Его сдавать готовы пустые страхи чушь, Такая подготовка только сильным по плечу. Весной и летом 1963 года в США ожесточается борьба за права цветного населения. Президент Кеннеди выносит в Конгресс законопроект о гражданских правах. Министру юстиции разрешается возбуждать судебные дела против муниципальных школ в случае отказа принимать на учебу негров. Запрещается сегрегация в ресторанах, отелях, кинотеатрах и прочих публичных местах. На традиционно российском юге едва не вспыхивает настоящая война. Центр российского террора – штат Алабама. Лидером движения черных становится баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг. В крупнейшем городе Алабамы, Бирмингеме, Кинг выводит по несколько тысяч человек на улицы, устраивает митинги в церкви, требуя равноправия в школах и приема двух черных абитуриентов в университет. Полиция использует водометы, слезоточивый газ, людей травят собаками. Губернатор Алабамы Уоллес поднимает национальную гвардию штата и заявляет, что лично вышвырнет за шкирку любого негра, вошедшего в здание университета. Президент Кеннеди передает нацгвардию Алабамы под командование министра обороны США Макнамары и приказывает ему обеспечить черным абитуриентам нормальную учебу. Войска занимают территорию университета, вытесняя Уоллеса и арестовав 15 белых, пришедших туда с цепями и оружием. За два дня до начала учебного года Кинг устраивает знаменитый поход на Вашингтон. В шествии участвуют 200 тысяч человек из всех 50 штатов. У памятника Линкольну Кинг произносит свою главную речь. «У меня есть мечта, что наступит день, когда на просторах гористой Джорджии сыны бывших рабов и сыны бывших рабовладельцев смогут сесть вместе за стол братства». Слова «У меня есть мечта» становятся лозунгом цветного движения. Бурное лето 1963-го порождает анекдотический советский контраргумент. В ответ на любую критику говорить американцам «А вы зато бьете негров». 16 июня 1963-го года в космос впервые отправилась женщина. Валентина Терешкова на аппарате «Восток-6» совершила 49 витков вокруг Земли. Ярославская ткачиха Камсорг занималась в аэроклубе, прыгала с парашютом, отобрали в отряд космонавтов, позывные на орбите «Чайка», звездная советская биография. В ноябре 1963-го же играли самую знаменитую свадьбу эпохи. Первая космонавтка выходила замуж за третьего космонавта, командира отряда космонавтов Андрияна Николаева. Во дворце бракосочетания на улице Грибоедова «Сокол» подвел «Чайку» к столу, и она впервые вывела свою новую фамилию – Николаева Терешкова. В правительственном доме приемов на Ленинских горах гуляло 300 гостей. Молодым желали счастливой семейной орбиты. Впоследствии космический брак распался. Николаева Терешкова снова стала Терешковой просто. Нефтепровод «Дружба» достиг западной границы СССР. Соединились советский и польский участки трассы. Последний шов сваривали на границе Брестской области и Белостокского воеводства. Из социалистических стран Европы лишь Румыния располагала собственными нефтяными запасами. Дружба был, был и остался нарицательным отечественным нефтепроводом. Как река Волга, как дерево береза, так нефтепровод «Дружба». К тому же он иллюстрировал распространеннейшее представление, что все социалистические страны живут за счет наших энергоресурсов. Мол, и отдаем мы эту нефть за просто так, по дружбе. И улетает она от нас в трубу. Советская империя была явлением очень необычным в мировой экономической истории. Как правило, митрополии создавали для себя сырьевую базу в колониях. В данном случае сама митрополия, Советский Союз, был сырьевой базой своих восточноевропейских колоний. Они были тесно к нему привязаны, не могли существовать безресурсной подпитки из Союза, но за такую привязку приходилось недешево платить. В 60-х годах поставки советской нефти в Восточную Европу примерно вдвое превышали объемы ее продажи на конвертируемую валюту. В те дни Никита Сергеевич, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. 63-й год рождения советского твиста. Он появился одновременно с массовым усвоением мировой лихорадки, начавшейся в 60-м году с твиста Чаби-Чекера. Официальные инстанции сочли движение нижней части корпуса непристойными, а само исполнение танца преклонением перед Западом. Особых санкций, правда, не последовало. Твистеров в СССР сразу же развелось слишком много. Твист безопасно танцевали до более серьезной провинности. Но при разборе персонального дела увлечение твистом могли припомнить как дополнительный черный штрих в биографии провинившегося. Спокойно, не считая мелких выволочек, твист взяли на вооружение советские композиторы. Первопроходцами стали Арноба Баджанян, королева красоты и лучший город Земли, и Юрий Саульский, песенка «Черный кот». В космическую эру атеизм начинает высмеивать пережитки прошлого. Какая может быть религия, когда вокруг спутники и стройки? Гагарин летал, Бога не видал. Карикатуристы, как передвижники, увлечены дискредитацией священнослужителей и отчасти пропагандой соблазнов. В миру жизнь куда интереснее, утверждает активизирующийся атеизм, и его светские, то есть советские, обряды торжественны и красивы. Советское венчание в ЗАГСе под гербом дополняет советское крещение, регистрация новорожденного во дворце малютки. Вместо нательного крестика вручается медаль горожанина. Распространение передового опыта начинается с Ленинграда. Малыш теперь не у Бога записан, а, например, у Челябинска. В 1963 году становится очевидной истина, неотмененная до сих пор. Лев Яшин – лучший футбольный вратарь всех времен и народов. 23 октября. Посвященный столетию футбола матч века «Сборная мира – сборная Англии» на лондонском стадионе Уэмбли. Яшин блестяще защищает ворота сборной мира. Через месяц он проводит одну из лучших своих игр – время против сборной Италии. Яшин берет пенальти и несколько пушечных ударов в упор. По итогам чемпионата СССР Яшин устанавливает непревзойденный рекорд вратарской непробиваемости. В 27 матчах он пропускает всего 6 голов. В том же 1963 году Яшину присуждается «золотой мяч» – приз лучшему футболисту Европы. На строительстве множества химзаводов не хватает рабочих рук. Используется труд заключенных. Феня обогащается выражением «отправиться на химию». Тульской области уверенно набирает темп построенный недавно цех азотных удобрений новомосковского химического бината. Подобные этому гиганты химии будут построены в ближайшие годы в разных республиках страны. Новые технологии и новые материалы в промышленности. Новые технологии и новые урожаи в сельском хозяйстве. Новые знания, новые кадры и новые условия труда. Новый быт. На смену стирки приходит химическая чистка. В 1963 году Советский Союз впервые посещает Фидель Кастро. В течение полутора месяцев он объезжает все главные города страны, всюду встречая восторженный прием. Два главных события сверхпродолжительного визита – митинг советско-кубинской дружбы на Красной площади и присвоение Фиделю звания Героя Советского Союза. ВОСТОР СОВЕТСКИЙ! ВОСТОР СОВЕТСКИЙ! ВОСТОР СОВЕТСКИЙ! Здравствуй, Советский Союз! Патрия! О, муэрте! Родина или смерть! Венчерем! Мы победим! Находясь в СССР, Кастро заявил, что причисляет Кубу к странам социалистического лагеря. Начались прямые авиаперелеты Москва-Гавана. Геройство Кастро стало высшей точкой советско-кубинского романа. За морями и океанами люди устремились к новой жизни. Свергли ненавистного диктатора, отбили атаку контрреволюции. Теперь все вместе во главе с Фиделем убирают свой сахарный тростник. Их партийцы не скучные чиновники, а вдохновенные молодые парни. Поклялись не бриться до победы и не побрились после нее. Вот она, молодая кровь социализма. А возвращение идеалов еще дороже, чем их обретение. Все сошлось в восторженном дивизе. Выпаленном одним духом. Куба, любовь моя! Куба, любовь моя! Остров зари покровой Песня летит над планетой звеня Куба, любовь моя! В 1963 году Охтинский химкомбинат в Ленинграде и Салаватский химкомбинат в Башкирии начинают массовое производство советского полиэтилена. В кабельной промышленности полиэтилен используют в качестве изолятора. Из так называемого пищевого полиэтилена делают пробки для бутылок и посуду. Появляются полиэтиленовые пакеты, которые чаще называют целлофановыми. Они не слишком дешевы, они толстые и прочные, и предметом одноразового пользования их не считают. До конца советской истории на одной шестой земли полиэтиленовые пакеты моют, сушат и пускают в дело вновь. С 1963 года распространяется убеждение, что каждый уважающий себя человек должен иметь плащ-баллонью, дождевик, протекающий по швам и одновременно служащий парником в любую погоду. Первые темно-синие баллоньи появились годом раньше. У итальянцев материал первоначально использовался для рабочей одежды. В сложенном виде плащ места почти не занимал, что способствовало распространению моды. Команда каждого возвращающегося из загранки теплохода ввозила баллоньи сотнями. 60-80 рублей за плащ. Астрономические цены времен массового баллоньевого психоза. Баллонь стала предвестницей стиля унисекс, так как крой плаща был одинаков как для мужчин, так и для женщин. И формы под ним почти не различались. В России же баллоня уничтожила габардиновые макентоши и породила такое немыслимое понятие во всем мире, как летнее пальто. В 1963 году закончилась чемпионская эра Михаила Ботвинника. Девятым чемпионом мира по шахматам стал Тигран Петросян. Матч реванша были уже отменены, а до этого дважды в матчах со Смысловым и Талем Ботвинник возвращал себе чемпионский титул. Матч Ботвинник-Петросян продолжался почти два месяца. Комментаторы меланхолически отмечали, независимо от результата победа останется за советской шахматной школой. В истории шахматных чемпионатов Петросян девятый обладатель почетного титула чемпиона мира. На стихе Льва Ашанина композитор Аркадий Островский пишет три песни. Цикл «А у нас во дворе». Дворы 60-х, в отличие от дворов 40-х, они не хулиганские, а милые и добрые. Здесь рождаются лучшие порывы души. А у нас во дворе есть девчонка одна, а за окном то дождь, то снег, со словами «Во дворе до темна» крутит ту же пластинку. И опять во дворе та пластинка поет. И опять во дворе нам пластинка поет. И проститься с тобой все никак не дает. В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере глупое все тебя мучает одно. Как бы подружки твои не увидели, да старики, что стучат за мину. 14 июня 1963 года ЦК Компартии Китая направил письмо в ЦК КПСС. После безуспешных межпартийных переговоров, ровно через месяц, 14 июля, китайские претензии публикуются в «Правде» вместе с советским ответным открытым письмом. И хотя адресаты еще именуются китайскими товарищами, ясно, что дружба врозь. Оказалось, китайцы-русские не братья навек. О термоядерной войне из китайского письма. «Победившие народы быстрыми темпами создадут на развалинах погибшего империализма в тысячу раз более высокую цивилизацию, чем при капиталистическом строе». Из советского письма. «Советовались ли они с рабочим классом тех стран, где господствует империализм? Атомная бомба не разбирает, где империалист, а где трудящийся». КПСС критиковала китайских руководителей за лишенный классового содержания лозунг «Ветер с востока давлеет над ветром с запада». Китайцы критиковали СССР за отсутствие диктатуры пролетариата, а Компартии Франции и Италии за парламентский кретинизм. В советском письме впервые говорилось о культе личности Мао Цзэдуна. Шла борьба за лидерство в коммунистическом движении. Китайцы объявляли КПСС ревизионистской партией о себя единственными верными наследниками марксизма. В 63-м же году Китай впервые настаивает на уточнении границы с СССР по рекам Амур и Уссури. «Бросай серп! Хватай винтовку! Вот по этой дороге за тысячи верст придут убить тебя черные советские ревизионисты». В 63-м году председателем жюри 3-го Московского международного кинофестиваля был назначен победитель предыдущего кинофестиваля с фильмом «Чистое небо» режиссер Григорий Чухрай. Под его началом жюри выносит смелый вердикт. Первый приз не делить, а целиком отдать фильму Федерико Феллини 8,5. Хотя была попытка пристегнуть к Феллини в нагрузку кино про прораба «Знакомьтесь, Балуев». Восхитивший жюри «Феллиниевский бурлеск» начальство кинокомитета посчитало безидейным формализмом. Фильм показали Хрущеву, но тот во время просмотра уснул и, вопреки ожиданиям, сердиться не стал. Лауреат украсил награду. 8,5 – самое значительное кинопроизведение из получавших гран-при Московского международного. Кинотеатр «Россия» построили специально для фестивалей. Самый большой в СССР от тогдашнего кинодефицита он все равно не спасал. Здесь часами стояли в очередях в кассы или ловили лишний билетик, или покупали его у спекулянтов. Медаль «Золотая звезда» вручил Тодору Живкову Леонид Ильич Брежнев. Академик Трофим Лысенко был президентом сельхозакадемии, когда генетика была продажной девкой империализма. Потом Лысенко – инициатор посадки лесополос. Они до сих пор в южных районах страны стоят ему зеленым памятником. В 1963 году Лысенко возглавляет опытное хозяйство в горках Ленинских. С тех горок Лысенко спускает вал последней своей шумной кампании – квадратно-гнездовой метод посадки самых модных тогда пропашных культур – кукурузы и гороха. Главным врагом кукурузы и гороха, а значит и продовольственного изобилия вообще, объявляются сорняки. Химикатов для борьбы с ними не хватает. Лысенко предложил обрабатывать поля дважды – вдоль и поперек. Сорняков при квадратном методе может и вправду становиться меньше, но вдвое больше должны работать трактора, тратя вдвое больше времени и горючего. И посадки должны производиться с невиданной точностью. В целом метод был столь же эффективен, что и предложение Лысенко давать коровам какао для повышения жирности молока. Волосы теперь красят не только пожилые, чтобы скрыть седину, но и молодежь, не только женщины, но и мужчины. Естественный цвет волос теперь для модников кажется неинтересным, слишком простым. Главные типы модных волос. В разных пропорциях смешивая хну и басму, можно покраситься в разные оттенки каштанового. Чаще получается какой-то темно-рыжий. Увеличивая долю басмы, можно стать жгучей брюнеткой. Осветляя волосы отваром из луковой шелухи, добиваются цвета желтого, как цеплячий пух. Крайняя форма осветления волос – радикальный белый цвет – требует применения небезвредных химических веществ. Критики современной моды говорят, что осветленные перекисью волосы всегда выглядят нерасчесанными. Их обладательниц называют пергидрольными блондинками. Получает распространение тип зрелой дамы с голубыми волосами. После мытья на голову выливается тазик с подсиненной водой. А напустить синевы можно хоть чернилами. Молодые парни из русых красятся реже в каштановый, чаще в вороной цвет. Медаль «Золотая звезда» вручил Тодору Живкову Леонид Ильич Брежнев. Бархатный сезон 1963 года Никита Хрущев проводит в Югославии. Это случилось через 10 лет после последней карикатуры на бандитов Тита и Ранковича, у которых руки по локоть в крови югославского народа. Хрущев прибыл в Белград с супругой Ниной Петровной. Их принимали президент Тита с супругой Иованкой и вице-президент Ранкович с супругой Славкой. Визит считается неофициальным. И это было главным доказательством того, что Югославия снова стала братской. Хрущев объяснял, мы с югославскими товарищами спорим по поводу их опыта, и все-таки у них хоть свой, но социализм. Югославский социализм в советской терминологии был НЭПовским. Когда западные корреспонденты спросили президента Тита, присоединиться ли теперь Югославия к соцлагерю официально, один из основателей движения «Неприсоединение» ответил, такой вопрос не рассматривался. Стороны отмечали единство взглядов по главным вопросам современности. Начался советский туризм в Югославию. Выезжающие по путевкам оформлялись как в капиталистическую страну. 1 сентября 1963 года советские школьники надели новую форму. Вместо гимнастерки с воротником-стойкой, широкого ремня и фуражки – серый суконный пиджак. Старая школьная форма досталась от сталинских времен, когда мундиры надели на всех – от горняков до дипломатов. Введение сугубо штатских пиджачков порождает споры, а нужна ли школьная форма вообще. Решают – нужна, чтобы никто не выделялся. Девочкам с их формой, то ли монашек, то ли официанток, проще. Они могут выделяться прической, маникюром или обрезать коричневое платье до самого, что ни на есть, уминили. В 1963 году, впервые со времен послереволюционной разрухи, Советский Союз закупил зерно за границей. В устной политпропаганде это пытались объяснить экономической целесообразностью. Мол, зерно покупается для Дальнего Востока, а туда его удобнее возить через Тихий океан, а не по суше, через всю нашу необъятную родину. Писать про такое, правда, не решались. Разумеется, это называлось временной мерой. В 1963 году СССР закупил в США и Канаде 3,1 миллиона тонн зерна. В 1964 закупит 7,3 миллиона тонн. Печеный хлеб стоил копейки, колхозники кормили им коров. Я говорил матери, что ты делаешь, это же хлеб. Она говорила, конечно, хлеб, это и скотина понимает, видишь, как хорошо ест. В колхозах скот не кормили, конечно, печеным хлебом, кормили зерном. Кормили, естественно, бестолково, не по науке. Получалось не столько мясо и молоко из этого зерна, сколько навоз. Миллионы, десятки миллионов тонн зерна пережигали вот таким образом в навоз. И десятки же миллионов тонн зерна покупали за океаном. О том, что это подрывает веру народа в социализм, что стыдно России покупать столько хлеба за границей, не Советскому Союзу, тут заметьте, а говорили России. Можно было под конец говорить даже по телевизору, хотя и осторожно. Но смысл всех этих разговоров был один. Производить больше своего зерна. Больше, еще больше. Один ученый-дурак даже назвал цифру. Не меньше тонны зерна на душу населения. И эту цифру поставили в план строительства коммунизма. Никто не спросил этого человека, как в богатых многих странах производят по полтонны на душу населения и хватает, еще и нам продают. В 1963 году журнал «Юность» публикует одноименную литографию Стасиса Красаускаса «Девушка с волосами-ветками». Картинка становится эмблемой журнала, а журнал – эмблемой самого многочисленного в русской истории поколения, тех, кто родился в первые послевоенные годы. Новый главный редактор журнала Борис Полевой ввел в состав редколлегии Евгения Евтушенко и Василия Аксенова. С иллюстрациями Красаускаса в юности выходит повесть Аксенова «Апельсины из Марокко». Публикуется «Первый день Нового года» Анатолия Гладилина и «Письмо в 30-й век» Роберта Рождественского. Герои произведений любят слово «нормально» и на все в жизни смотрят с прищуром. Джон Кеннеди и поныне остается самым молодым президентом США. Ему было 44 года, когда он пришел на смену 70-летнему Дуайту Эйзенхауру. Через три года после победы на выборах и за год до наверняка одерживаемой победы на вторых выборах 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит в городе Далласе, столице штата Техас. Комиссия Сената США пришла к заключению, что 35-й президент США был застрелен из окна склада школьных учебников бывшим моряком Ли Харви Освальдом, которого в ходе дознания застрелил владелец бара Джек Руби, который месяц спустя скончался от рака в тюремной камере. На похоронах на Орлингтонском кладбище в Вашингтоне от Советского Союза присутствовал Микоян, но никто не удивился, если бы в Америку полетел Хрущев. Отношения официально были плохими, по сути это была любовь-ненависть. Центральное телевидение впервые показывает прямую передачу из США. Через американский спутник Телестар идет трансляция церемонии прощания с президентом Кеннеди. К изумленному возмущению, что же у них за страна-то такая, примешивалось другое чувство. Кеннеди был одним из немногих светских героев советской жизни. Молодой красавец-богач, жена красавица, глава великого государства убили чуть ли не самого счастливого человека на свете. Появившиеся во множестве руководства для новоселов формируют каноны минимализма в обстановке. Тогда писали «оборудование, квартиры, мебель». Минимализм пришел на смену тяжелому неоклассицизму 40-х-50-х. Стеллажи, тахта, столик и кресло на раскоряченных ножках. Больше воздуха, ничего лишнего в комнатах, советуют специалисты. Быт, в котором только необходимая, часть борьбы с мещанским накопительством. Легче, легче. Не картины, а эстампы. Не хрусталь, а стекло. Не фарфор, а керамика. Не фикус, а трогесканция. Не бархатные шторы, а льняные занавески. Удачно складывается сольная карьера бывшей солистки хора имени Пятницкого Людмилы Зыкиной. В 1963 году она получает звание заслуженной артистки РСФСР. Первую шумную славу Зыкиной приносят бытовые песни Оренбургский пуховый платок, «Мама, милая мама, как тебя я люблю!» На побывку едет молодой моряк. Отчего у нас в поселке у девчат переполох? Кто их поднял с позаранок, кто их так встревожить мог? На побывку едет молодой моряк. Грудь его в медалях, ленты в якорях. В то время как охотники заряжали ружья, Это был год 1963 в проекте «Намедни 1961-1991. Наша эра». Следующая серия, 1964 год. «Ласкало в Москве», «Пенсии колхозникам», «Хрущева сняли», «Асуанская ГЭС», «Я шагаю по Москве», «Нейлоновые рубашки», «Трактор Кировец-700». До следующей серии и следующего года. Счастливо! «Музыка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok